Продолжение следует... 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 И третья волна, наверное, это бакалавры, которые тоже закончили обучение, вернулись. Многие из них сейчас закончили именно по техническим специальностям. Многие из них работают на Азарбаев университете. Среди них очень много молодых, талантливых сейчас ученых. Многие из них сейчас занимаются стартапами, инноваторы. Если посмотрите все последние инновационные конкурсы, которые проводились в Казахстане, многие эти ребята – выпускники программы «Булашак». Поэтому основное львиное количество «Булашак», большая половина, она закончила именно последние 3-4 года назад. То есть нужно еще подождать, чтобы эти люди вступили в ряд менеджмента, который принимает решение. Я думаю, что мы эффект от этих ребят увидим в прошествии 50 лет. Вы отправляете на «Булашак», чтобы готовить начальников? Нет, это я назвал именно топ-менеджментом, это не обязательно начальники, скажем, госсектора. Это и руководители национальных компаний, это руководители частных организаций, это руководители больниц, поликлиник, школ и так далее. То есть это… Ну, я думаю, что когда президент задумывал программу «Булашак», ставилась задача именно готовить управленческую элиту. Потому что «Булашак» не может подготовить для всей страны кадры, у нас не хватит ресурсов. Поэтому я считаю, что миссия «Булашак» — это готовить именно управленческую элиту, и не только в сфере госуправления, но и в сфере медицины, что мы и делаем, в сфере образования. Очень много у нас, почти полторы тысячи выпускников работают в сфере образования. И учителями, и сельскими учителями, и руководителями управления здравоохранения работают. Это и профессора, преподаватели и так далее. И сейчас у нас активный упор готовить именно инженеров. Но не просто инженеров, а именно главных инженеров, то есть главных технологов. То есть те люди, которые должны привнести новое в отрасль свою, да? Они должны быть лидерами в своей сфере, профессионалами. Поэтому вот с этого года у нас большой упор будет именно на инженеров. А что нам мешает, вам тем более, если вы уже знаете, что такое иностранное образование, наше образование переделать под эти европейские стандарты, чтобы наше образование было таким же хорошим. Я думаю, что мы к этому двигаемся. То есть вот те реформы, которые происходят в системе образования, они как раз нацелены на то, чтобы... Первое, это интернационализация высшего образования. Вот вы знаете, да, сейчас очень много наших вузов работают в партнерстве с западными партнерами. С западными вузами. То есть они пытаются лучшую практику взять. Я думаю, никто не будет ответить, что наша система отечественного образования, она конкурентоспособна. Но реалии, новые вызовы говорят о том, что мы должны идти на шаг вперед. Нам нужно брать лучшее в их системе. Это практика ориентированности. Это приближенность к реальной экономике, к реальному сектору. Это инновационные направления обучения. То есть студенты, они с первого курса вовлечены в научный процесс. Не просто в теорию, а именно в инновационный процесс вовлечены. Все это, я думаю, у нас сейчас происходит потихоньку. У нас есть сейчас очень много точек роста. Это и КБТУ, и МУИТ, и Назарбаев университет, КИМЭП, да, где они применяют лучшую западную практику. В апреле начинается прием документов на Балашак на 2016 год. Насколько я знаю, изменились правила приема. Кто в этом году может претендовать на стипендию и кто ее получит? Вы правы, с 11 апреля у нас будет прием документов. То есть мы с 11 апреля по 30 сентября будем принимать документы. Это уникальная возможность, наверное, сейчас действительно на всю страну сказать, что мы будем принимать документы три раза в год. И могут подавать самостоятельно поступившие. То есть те молодые люди, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы, то есть обратились на сайт, отдали документы свои, их взяли на учебу. Они могут к нам прийти за финансированием. Все остальные категории, они называются квотными. То есть это те категории, которые государство поддерживает. Это госслужащие, это научные и педагогические работники, это инженерно-технические работники, вот я уже сказал. Работники культуры, работники СМИ. Вот эти категории могут подавать на программу Балашак по программе магистратуры, докторантуры и стажировки. Вы можете на обычном, более понятном для зрителей языке объяснить, как казахстанец может стать стипендиантом программы Балашак? Что он должен знать для этого? Какой уровень образования у него должен быть для этого? Должен ли иметь он жилье, которое он должен в залог оставить? Какие условия? Значит, получается, стипендия Балашак присуждается гражданам Республики Казахстана, имеющим высшее образование, и вот по тем категориям, которые я назвал. То есть все сейчас, кто нас слушает, госслужащие, педагоги, научные работники, они все имеют право подавать. Минимальные требования – это наличие высшего образования, наличие инженерно-технического образования, именно высшего, специального. Затем опыт работы должен быть не менее двух лет. У каждого из этих претендентов не менее два года стажа работы. И балл диплома, то есть базовое образование, балл диплома, допустим, если по системе пятибальной брать, балл диплома должен быть не меньше 4,10. 4,1. А вот все такие претенденты подают к нам, подают документы через ЦОНы, можно подать электронное правительство, отсканировать все свои документы, отправить нам через ЦОНы и ЕГОВ. Или прийти наручно сдать документы в Остану, или ЧИПа доверенности. Затем проводится конкурс, проверяется английский язык, первый конкурс. Знание языка обязательно. Знание языка обязательно, английского языка. Именно если претендент хочет поступить именно в англоговорящую страну, то нужно знать обязательно английский язык или другой язык страны обучения. То есть немецкий это будет, или корейский, китайский, французский, немецкий. Если он успешно проходит, набирает необходимый балл, он проходит на второй этап. Второй этап это знание государственного языка. КАСТ-тест. Вы слышали уже, это сейчас тест, разработанный в Министерстве образования. Его можно самостоятельно сдать в Центр тестирования при Министерстве образования и проверить свое знание казахского языка. Мы принимаем результаты теста, где правильно отвечено больше, чем на 50% вопросов. То есть если из 150 вопросов наполовину ответит человек больше, значит он проходит на третий тур. Третий тур это психологическое тестирование, или мы еще называем его IQ-тест. Проверяется психологический портрет претендента, его адаптированность к возможным стрессам, стрессоустойчивости и так далее. И в целом кругозор, общий кругозор. После этого тура завершающий тур это собеседование с членами независимой экспертной комиссии, над которым мы очень активно поработали в прошлом году, усилили его состав. Он сейчас представлен, туда вовлечены представители общественности, представители различных ассоциаций, промышленных ассоциаций. Туда входят государственные служащие и, что очень важно, входят специалисты по областям. То есть это инженеры, будь это или ученые. С этого года все собеседования будут записываться на видеокамеру. То есть это будут очень строгие правила. Мы сейчас уже внесли изменения соответствующие. Претендент проходит собеседование, обычно задаются вопросы по мотивации, зачем это вообще нужно, какая цель получения этих знаний по Булашаку, что вы планируете делать по возвращению. Затем вопросы по специальности конкретные. То есть, если, допустим, вы инженер, вам могут задать вопросы по инженерной тематике. У нас были случаи, когда подают нам математику, мы просим решить какие-то задачи. Даже так? Да. И после всего этого члены комиссии затем уже принимают решение, тайным голосованием. И такие стипенденты, которые рекомендованы данной комиссией, после прохождения всех конкурсов, вот этих этапов, им присуждают стипендию. Стипендия присуждается республиканской комиссией при президенте. А если завтра вам позвонит министр, ваш профильный, скажет, надо моего племянника по Булашаку отправить? Различные вот такие звонки, схожие, похожие, они бывают в нашей работе. Моя позиция такая. Я могу помочь максимальным консультированием такого человека. То есть я могу дать информацию, как можно поступить на Булашак, какие конкурсы. Вот то, что я рассказываю, то же самое я ему расскажу. Все остальное, как вы видите, это уже решает комиссия, коллегиальное принятие решений. Это вопрос, который не зациклен на мне. То есть я свою роль, свою функцию выполнил. Дальше уже комиссия отбирает, задает вопросы. И с учетом вот этих нововведений, я уже могу открыто говорить, что это практически невозможно, чтобы там как-то помочь. Стипендия должен, любой претендент должен готовиться к этим вопросам. И если он в себе уверен, бояться не стоит. То есть я всем говорю, здесь больше страха у людей, что вот нужна комиссия, мы не знаем, как ее проходить. Нужно быть уверенным в себе. Если человек специалист в своей сфере, имеет достаточный кругозор, а он на комиссии достаточно хорошо выступит, и комиссия очень положительно его оценит. А как вы думаете, в этом году высокий будет конкурс? Да, у нас вот последние два года конкурс возрос. Здесь мы начинали где-то два человека на одно место, сейчас уже 4-5 человек на одно место. Это связано с тем, что количество степеней несколько снизилось, вы знаете, да. Плюс объективные обстоятельства, мы ужесточили требования. Вот третий год подряд мы ужесточаем медленно, но поступательно все необходимые входные требования. Я считаю, что у нас должны быть сильные требования в начале, чтобы мы потом не имели проблемы с ними в ходе обучения. Если приходит подготовленный человек, мы уверены в том, что он сможет хорошо учиться, хорошо закончить и стать достойным выпускником. И мы избавляем себя от различных будущих проблем по успеваемости, адаптации и так далее. И последний мой вопрос. Если студента отчислили, допустим, после года обучения, после полгода обучения, государство получит обратно те деньги, которые оно вложило в этого студента? Да. То есть, вся эта идея, вот вы затронули вопрос по поводу недвижимости. Да, недвижимость закладывается в качестве залога, она не обязана покрывать всю стоимость обучения. Она должна покрывать определенную часть, до 30% и более. И недвижимость, она не обязательно с прецедента должна быть. Она может быть родителей, родственников. Но определенная недвижимость, она обязательно закладывается. Это одно из условий. Что касается тех людей, которые лишены стипендий или лишаются стипендий по неуспеваемости, по договору они должны вернуть всю затраченную сумму на их обучение и плюс 10% штрафных санкций. Допустим, в России есть аналогичный проект, глобальное образование, он реализуется в России последние два года, они отправили 120 человек в прошлом году, мы отправляем 600-700 в год, но они отправили меньше, у них сейчас есть определенные сложности. Но у них даже по программе условия, если человек плохо учился, его лишили, он возвращает в двухкратном размере. У нас 10%, и у нас нет стипендиатов, которые могут уйти от обязательств, то есть согласно договору мы сначала в досудебном порядке подписываем соглашение о возмещении, допустим, на какой-то срок определен, он должен вернуть, если он не хочет, то уже в судебном порядке. Еще один вопрос, сколько примерно обходится обучение каждого стипендианта Балашака? Значит, это в пределах 25-30 миллионов в тенге сейчас, в прошлом году эта цифра была где-то до 15 миллионов. То есть с учетом девальвации мы выплачиваем в иностранной валюте, поэтому в тенговом выражении эта сумма выросла. Вообще, надо сказать, что высшее образование во всем мире дорожает. За последние, по-моему, 30-35 лет говорят, что высшее образование подорожало в 100 с чем-то раз в стоимости обучения. Ну, ничего себе. Ну, будем надеяться, что вложения эти будут не зря. Я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо. До новых встреч в эфире.